В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Огонь не пройдет. 30 апреля день пожарной охраны. Нижегородская область переходит на цифру. Какие изменения ждут телезрители? О любви к родине. В войсках Росгвардии проходит фестиваль детской патриотической песни. Далее расскажем обо всем подробно. 30 апреля свой профессиональный праздник отмечают огнеборцы России. В честь 370-летия противопожарной службы в нашем городе прошла торжественная церемония принятия присяги новобранцами. Ряды саровских пожарных пополнили 19 сотрудников. Также наградили тех, кто за время службы не раз привел старания и усердия при решении боевых задач. Подробности в следующем репортаже. Принятие присяги – это важное и ответственное событие в жизни каждого пожарного. Именно с этого дня официально начинается благотворительная миссия – предотвратить, спасти, помочь. Спасатель остается верным клятвию всегда и с достоинством несет почетное звание огнеборца. Для Виктора Миротворского произнесение слов присяги – это исполнение давней мечты. С детства такая мечта. Как-то мальчишками бегали и увидели, как мужчины трудятся, спасают. И так вот у нас и задалось. Увидели, захотели и пошло стремление от этого. Присяга новобранцев проходила в рамках празднования Дня пожарной охраны России. Поздравить саровских огнеборцев с профессиональным праздником пришли представители Городской думы, администрации, духовенства и ветеранских организаций. И вручили доблестным пожарным благодарственные письма и памятные подарки. Саров – город, выполняющий геополитические задачи. Мы все работаем на укрепление обороноспособности нашей страны. И ваш труд – значительная часть этой работы. На торжественном митинге про Таиреи Владимир Кузнецов совершил молебен и окропил новобранцев святой водой. Он передал руководству икону Богородицы, неопалимая Купина, покровительницы всех огнеборцев и сотрудников МЧС России. А также пожелал Божьей помощи всем пожарным и спасателям Сарова в их благородном деле помощи людям. Каждый из вас стоит на рубеже безопасности каждого человека нашего города, каждой семьи и всех тех объектов, которые находятся под постоянной вашей заботой и обеспечением безопасности. Традицию торжественного приема в свои ряды новых сотрудников в противопожарной службе Сарова возобновили впервые за много лет. Клятву верности Родине и народу произнесли 19 новобранцев. Нижегородская область переходит на цифровое телевидение. Оно придет на смену устаревшему аналоговому вещанию. Всем жителям региона будут доступны 20 цифровых каналов без какой-либо абонентской платы. Отключение аналогового вещания в регионе запланировано на 3 июня 2019 года. С этого времени все каналы, входящие в первый и второй мультиплексы, будут доступны только в цифре. Отключение аналога никак не повлияет на абонентов кабельного телевидения. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило план перехода россиян на цифровое телевидение. Отключение аналога и полная замена на цифру в стране идет по определенному графику. Для жителей Нижегородской области обозначена дата 3 июня 2019 года. Однако это не распространится на операторов кабельного телевидения. Наши жители, наши абоненты, в частности, будут получать как аналоговое вещание, так и цифровое. Поэтому наших абонентов, в принципе, это никаким образом не коснется. Абонентам предлагается на выбор два пакета телеканалов. В первый, стандартный, входят аналоговые каналы и общедоступные цифровые. Во второй – все цифровые, а также каналы высокой четкости, которые вещают в HD-формате. Для того, чтобы пользоваться тем или иным пакетом, следует заранее изучить характеристики своего телевизора. Есть телевизоры, которые поддерживают определенный формат вещания. Есть телевизоры, которые этот формат вещания не поддерживают. Я сейчас поговорю про цифровой формат вещания. При цифровом вещании по одной частоте можно одновременно передавать целый пакет каналов – мультиплекс. Цифровой сигнал не боится помех в эфире, позволяет подключать различные дополнительные сервисы для зрителей. Если у пользователя современный телевизор, который поддерживает нужные стандарты формат видео для перехода на цифровое телевидение, ничего дополнительно покупать не надо. Еще один вариант – стать абонентом кабельного телевидения. Если телевизор старый, купленный лет 10 назад и более, если есть желание смотреть цифровые каналы, человек может к нам обратиться, и мы подключим цифровой пакет, состоящий из 70 телеканалов. Приставку эту дадим совершенно бесплатно. Отключение аналогового вещания никак не отразится на зрителях нашего телеканала. Канал 16 вещает в сетях всех кабельных операторов города. Отопительный сезон в Сарове закончится 6 мая. Соответствующее постановление подписал глава администрации Сарова Алексей Голубев. Отметим, что благодаря реализованному проекту перевода детских садов на режим отопления от горячего водоснабжения, в случае понижения температуры воздуха все учреждения дошкольного образования решением руководства могут вернуть тепло в здание самостоятельно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 1 мая в Нижегородской области начинает работу горячей линии по профилактике клещевого энцефалита. Узнать о том, как защититься от клещей, что делать, если вас укусили, и задать другие интересующие вопросы можно по телефону. 8 831 432 29 55. Горячая телефонная линия будет работать до 15 мая. Департамент образования предлагает родителям саровских школьников оценить качество предоставляемых учебными организациями услуг. Анонимный онлайн-опрос можно пройти на официальном сайте ведомства. Он включает в себя 23 пункта. Родители могут оценить справедливость педагогов, качество преподавания, заботу о здоровье учащихся и ряд других показателей. Саровчан приглашают на турнир по дартс. Он пройдет в субботу 18 мая на стадионе «Авангард» в рамках спортивного праздника, посвященного Дню Победы. От участников потребуется 10 раз подряд метнуть дротик в мишень. Победителем станет тот, кто сможет вывести максимальное количество очков. Подробности в группе Саровской Федерации Дартс ВКонтакте. В художественной галерее открылась выставка «Ее глазами». Этот уникальный творческий проект существует уже почти четверть века и путешествует по разным городам нашей страны. Его идея заключается в том, чтобы показать мир через призму женского восприятия. В этом году на выставке представлена работа художников из Пенза, Москвы, Самары, Челябинска, Ялты, Саранска. Впервые в число участников экспозиции вошли саровчане. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, объемные гобелены и батик. Вместе с остальными участниками выставки свой женский взгляд на изобразительное искусство. Зрителям решили продемонстрировать саровчанки. Члены Союза художников России Евгений Урма, Татьяна Есеникова. И член Союза русских художников Александра Маркова-Ерошек. В последнее время, на всякий случай, я натыкаюсь в художественной общественности часто на такой вопрос. Имеет ли право вообще существовать понятие женской живописи. Но я считаю, что девочки должны гордиться своим женским началом и нести его в мир всеми возможными доступными им способами. Александра Маркова-Ерошек выбрала для выставки свои последние работы, которые в нашем городе еще не представлялись. Получилось отобрать весенние, разнообразные по жанрам картины. Несмотря на ограничения по количеству работ, свой женский взгляд на живопись удалось продемонстрировать и Евгений Урм. Всего три работы, чтобы они отражали творчество. Каждого художника выбирала как-то сердцем. Смотрю работу, да, хочу я, чтобы она висела. Выставка «Ее глазами» имеет богатую историю. Этому проекту почти четверть века. В течение больше, чем двух десятков лет она путешествует по всей стране. И с каждым годом находит все новых поклонников творчества женщин-художников. Что интересует наших женщин-художников, какие темы волнуют, как они с внимательностью и любовью присматриваются к этому окружающему миру. Выставка теплая, даже не по цвету. Вообще вот ощущение, которое здесь появляется, приходишь, вот такой праздник. Встретиться с авторами работ выставки «Ее глазами» саровчане смогут 17 мая на ночь в музее, в художественной галерее. О любви к Родине, о подвигах героев Великой Отечественной войны, о долгие чести российских офицеров. В войсках Росгвардии проходит фестиваль детской патриотической песни. Конкурс проводится в три этапа и завершится большим галоконцертом. На отборочном туре вокального фестиваля в Саровском соединении побывала наша съемочная группа. Песню о России Настя Шурупова разучила недавно. Вместе с ребятами она пела ее в детском саду. Уже год девочка занимается вокальной студией и делает первые шаги на большой сцене. Для участия в конкурсе Настя выбрала свою любимую песню о Родине. В этой песне сравнивается о маме такой же доброй и милой. Поддержать Настю на конкурсе семья пришла в полном составе. Папа с братом подбадривали аплодисментами в зрительном зале. Мама переживала за дочь за кулисами. Своим выступлением Настя открывала концерт. И это было волнительно для ее родных. Кроме песни Настя читала стихи о Великой Отечественной войне. Дети должны знать о войне, о наших героях войны. И должны знать о детях войны, как они переживали это все. Фестиваль детской патриотической песни проходит в войсках Росгвардии уже в четвертый раз. Дети военнослужащих Саровского соединения традиционно принимают в нем участие. В состав дивизии также входят воинские части из Ульяновской, Пензенской и Саратовской областей. И дети военнослужащих этих отдаленных подразделений участвовали в конкурсе дистанционном. Также отборочный этап прошли в тех городах. И общее количество участников на данный момент составило, которые вышли в наш дивизионный этап 15 детей. Главными гостями концерта стали солдаты срочной службы. Ровно год они стояли на страже секретного объекта и охраняли ядерный центр от проникновения нарушителей. Срок военной службы подошел к концу. И праздничный концерт стал для них приятным сюрпризом перед дорогой домой. Опыт против молодости. Хоккеисты команды «Саров Инвест» скрестили клюшки с молодежной сборной «Ракета» в рамках товарищеского матча. Игра закрывала зимний спортивный сезон и подарила болельщикам массу положительных эмоций. Кто сильнее, не было понятно до последнего. Победитель определился буквально на последних минутах встречи. О том, кому улыбнулась спортивная фортуна на ледовой арене, расскажем далее. С первых минут матча хоккейный клуб «Саров Инвест» смог распечатать ворота «Ракета» сразу двумя шайбами. Молодежная команда сдаваться не собиралась и в конце игрового отрезка сумела сравнять счет. Второй период оказался богатым на голевые моменты. Хоккейный клуб «Ракета» смогли отправить ворота соперника еще одну шайбу. Но ровно через минуту получили ответный гол. И только в конце периода молодежная команда забили в ворота «Саров Инвеста» победную четвертую шайбу. Итог игры 4-3. Они помолоры, побыстрее. У них тренировки каждый день. У нас тренировки в 11 ночи. Игроки хоккейного клуба «Ракета» признаются, что страх проиграть товарищеский матч опытным хоккеистам у них был. «Саров Инвест» – команда опытная и играет уже не первый сезон. Но опасения молодых спортсменов не оправдались. На льду ребята показали себя на все 100%. Игра была сложная. Боролись до последней минуты. Сначала проигрывали, потом провели в счете. Так-то играли вроде в класс, все получалось, но старались. Товарищеские матчи между командами «Саров Инвест» и «Ракета» проходят регулярно. Игры проводятся для того, чтобы понять функциональную готовность всех игроков, определить слабые места в игре команд и выработать оптимальную тактику. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите историю тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Валентина Александровна Ермакова – ребенок войны. Когда началась Великая Отечественная, ей было 11. Тогда юная Валя только заканчивала начальную школу в городе Касимове Рязанской области и на себе почувствовала все тяготы войны. Началась война, было много в Рязани, скопилось народу, что сказать, и раненых, и солдат. И школу отобрали под госпиталь, образовали госпиталь. Но так как городок небольшой и не очень богатый, то все собирали с жителей. Вот даже посуду, одежду, постельные, полотенца. Все вам объявляли по радио, помогайте. Валентина Александровна рассказывает, что в войну семье приходилось нелегко. В июне 41-го отца призвали на фронт, а в декабре 42-го пришла похоронка. В доме остались она, две сестры, мать и бабушка. Огород сажали, конечно, и пыла, и картошка, и овощи. Все сажали. Ну, не скажу, что в зиму войной голодали. Нет, этого не скажу. Мама ездила, с женщинами меняли. Кто чего там, кто одежду, кто обувь. Конечно, на хлеб, на какие-нибудь крупы. Валентина Александровна вспоминает, что в годы войны ей и ее сестрам приходилось работать. Сажали и собирали урожай, ходили за водой, кололи трава. Ходили вначале по колхозам, поближе, которые километров там пять, может быть, четыре поменьше. Без ночушки приходили и пололи, и все делали. Даже одно время собирали колоски. Когда вот урожай собрали, ну, собирали, еще колка была, руки кололи. Как признается Валентина Александровна, немцев она видела, но лишь издалека. И, к счастью, свиста пуль, летящих в ее сторону, никогда не слышала. Бомбить не бомбили, самолеты немецкие пролетали, видели мы, и кресты эти видели, но бомбить ничего не бомбили. Прошло как-то все незаметно. После войны Валентина Александровна закончила школу, вышла замуж и в 56-м году вместе с супругом переехала в наш город. Сегодня Валентине Александровне 89 лет. За свои годы она видела радость и горе, но то, что пережила во время войны, не забудет никогда. Субтитры создавал DimaTorzok